В традиции дарить подарки тем, кто нуждается в дополнительной заботе, уже 21 год. Впервые акцию провело отделение детского фонда в 2003 году. В этом году письма Деду Морозу писали более 200 детей. Акция «Дерево добра» началась с маленькой елочки, на которой было всего 20 писем детей из одного интерната. Теперь, спустя несколько десятков лет, она проводится по всему региону. За эти 20 лет очень заметно, как меняются и пожелания детей. То есть социализация тоже налицо. То есть дети, которые воспитываются в интернатных учреждениях, они тоже хотят быть похожими на семейных детей. В этом году много было заказано косметических наборов, смарт-часы, которые регулируют дыхание, пульс и так далее. Ну то есть, да, девочка заказала чайник, потому что, так как они располагаются по семейному типу в интернате, она, я буду встречать гостей, чтобы можно было чай поставить. Добрые волшебники – это не только Дед Мороз и Снегурочка. В этой акции ими становятся неравнодушные люди. Заветные мечты детей на сцене учебного театра исполняют и депутаты, и работники прокуратуры, и предприниматели. Каждым благотворителям движет желание сделать этот мир чуточку добрее. Наш магазин уже не первый год сотрудничает с детским фондом, дарим подарки детям по их письмам. В этом году мы делали совместно с родителями, то есть у нас на елке были тоже письма, родители их читали, покупали подарки. Мы к этим подаркам от себя уже добавляли что-то еще детям, чтобы детям было интереснее, дети развивались, стремились, были довольны. Много детей из-за погодных условий сегодня не смогли приехать на торжественную встречу. Однако здесь присутствуют руководители из детских домов и школ-интернатов. Татьяна Королева, директор социального приюта для детей «Орешек», отмечает, что все подарки обязательно дойдут до своих адресатов. Когда вот лично подготовил письмо Дету Морозу, направил, вот это тоже большое значение имеет. Потому что общий подарок есть общий подарок, а когда он предназначается конкретно мне, совсем другие чувства вызывает у детей. Поэтому мы благодарны детскому фонду, мы благодарны всем добрым людям, которые не прошли мимо этой волшебной елочки, сорвали игрушку, сорвали письмо ребенка и вложили в подарок частичку своей души. Детские мечты всегда должны сбываться, поэтому акция «Дерево добра» обязательно продолжится и в этом году. Олеся Павлова, Николай Иванов, Ольга Кириллова, Область новостей.